Лавров рассказал об отношении России к работе в ПАСе. Россия не стремится покидать Совет Европы и не отказывается от своих обязательств в организации, в том числе финансовых. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Представители России заинтересованы в продолжении работы все на основе норм международного права, целей и принципов Устава ООН, говорится в тексте выступления министра, опубликованном на сайте МИД. Совет полумер, все частично восстановят РФ в правах для выборов генсека. Однако Москва согласна участвовать в голосовании лишь при полном возвращении ее полномочий в ПАСе. Убеждены, что в Европе должны понимать, без России едва ли возможно обеспечить подлинную европейскую безопасность в каждом ее измерении, подчеркнул дипломат. Недопуск России к выборам главы ПАСе будет иметь далеко идущие последствия, добавил министр. Ранее 17 мая КМСЕ распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСе. Отмечается, что одним из основных обязательств государств-членов является уплата взносов. Министры также подчеркнули необходимость скоординированных действий, для того чтобы повысить способность организации реагировать более эффективно в ситуациях, когда государство-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает имеющиеся стандарты, фундаментальные принципы и ценности. Делегация России в ПАСе была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Годом позже Ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это Москва отказалась работать на таких условиях. ПАСе на апрельской сессии 2019 года большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы. Крым стал частью России весной 2014 года по итогам референдума, на котором за такое решение высказалось большинство жителей. Москва не раз подчеркивала, что процедура присоединения региона прошла в строгом соответствии международным правовым нормам.